Гагарин. Отражение. Первый космонавт планеты. Так назвал свою книгу о Юрии Гагарине. Второй космонавт планеты. Детов. Меня часто спрашивают, что испытывали вы, когда Гагарин улетал, писал Детов. На космодроме стало как-то пусто. Мои чувства и думы можно было в какой-то степени сравнить с думами и чувствами летчика, провожающего своего товарища в первый полет на новом самолете. Конец цитаты. Но космонавтам-дублёрам, тогда чаще говорили запасным, Детову предстояло оставаться недолго, через 4 месяца. Герман Детов сделал 17 оборотов вокруг Земли и стал первым человеком, который провёл в космосе больше суток, 25 часов. С тех пор Детов в космос больше не поднимался. Но вы видите, понять он успел очень многое. Вот что рассказывал Герман Степанович. На одну из предконференций. У меня чувство удовлетворённости. И вот такое, так сказать, невесомость наступило, как в кавычках, не в полёте. А после того, как я приземлился. Я приземлился не очень мягко, но это не в этом дело. Я подсувствовал, что задание выполнено. Эта огромная работа, которая была проделана до меня в этих коллективах, которые мне доверили, задержали этот труд, она выполнена. И даже там чуть-чуть пере выполнена. Поэтому я получил это колоссальное удовольствие. И вот это было как раз, наверное, тем самым большим чувством, который испытал за время своего собственного полёта. Радио России Мы русские. Каждое утро опрокинувся конторкой. Мы идём по корону. Влезь ядерный реактор. Влезь зима, влезь и холодный. Юрий Иванов. Грустный. Новый полобайкут. Сонный. Но в воскресенье. Я号像 народос健о. Я向DembersNG. Пронистояние. По выпуске. После вечера по московскому времени. Кент «Ирватники». Ринаозерская и я, ведущая программы «Школа для родителей». Мои коллеги называют это... Продолжение следует...